Шалом, уважаемые дамы и господа! Очень часто наши мудрецы подчеркивают в Торе воспитание детей. Их нужно наставить на путь истинный. И упоминается это в трех местах. Когда запрещено кушать разных ползучих гадов, разных насекомых, когда есть запрет употребления крови. И третий раз мы встречаемся с этим, когда Всевышний наставляет коинов. Коин это высшее звено в еврейском народе, чтобы быть осторожными и соблюдать ритуальную чистоту. Не находиться там, где мертвые и так далее. То есть мы видим вот эти три раза и во всех этих трех разах наши мудрецы говорят, что надо наставить детей, надо направить детей, надо выучить детей. В первом случае мы понимаем, что вот вот таких вот гадов земных и водных и разных насекомых кушать просто противно. Душа противится этому. Она отторгает этот момент. В данном случае то, что связано с воспитанием детей, а дети могут быть наши ученики, наши действительно дети, разные люди, которых мы, вот видя, как они себя ведут, ужасно вызывающе, нам противно. И тут Тора нам говорит, стоп, научи своих детей. Почему именно в этом моменте? Потому что именно в этом моменте говорит нам Бог. Такого человека тоже можно приблизить. Не отчаивайся, не отталкивай его двумя руками. Есть надежда, что этот человек станет нормативным. В запрете об употреблении крови наши мудрецы объясняют, что до дарования Торы еврейский народ привык употреблять еду вместе с кровью. привык. И здесь намекает нам Тора и говорит, научи своих детей. Чему научить? Научиться тому, что когда человек к чему-то привыкает, это становится его второй натурой. У нас это создает некое отчаяние. Такого человека уже нельзя назад вернуть. Он уже некий наркоман. У него уже вот такая зависимость от разных вещей нехороших, что его направить на путь истинно очень тяжело. Практически невозможно. И здесь Тора говорит, нам нельзя отчаиваться. Можно, даже нужно стараться. В третьем случае с коэнами, которые должны использовать ритуальную чистоту и не дай Бог не загрязнять свою душу, у нас возникает вопрос, а вообще что такое ритуальная чистота? Какая разница, например, когда человек три раза моет правую, левую, знаете, как в религиозных семьях, если вы видели, омывает руки. Можно же помыть все это шампунем? И какая может быть, извините, нечистота, когда человек становится, ну, недалеко от человека, который умер? Какая духовная нечистота? Оказывается, для коэна это запрещено, потому что он работает перед Богом. Но само понятие нечистота ритуальное у нас не укладывается в голове. Это нелогично. Это не в параметрах этого мира. Это что-то сверх над сознанием. И здесь говорит нам Тора, когда перед тобой ученик или ребенок, или человек, которого ты имеешь возможность улучшить и изменить, а ты говоришь, ну, слушай, какая логика вообще? Тут нет никакой логики. Это все нелогично этого человека там. И тут ты вспоминаешь вот этот запрет коэнов и наставление мудрецов. Научите своих детей. Мы с вами вечные родители. У нас всегда есть ученики. У нас всегда есть некие дети духовные. И в каждой возможности, которая у нас появляется, мы не должны отчаиваться. Есть всегда надежда. Шалом шалом.